Доброго времени суток, дорогие мои зрители! Сегодня вот мы о чем поговорим. Водитель вот этой Ки-Спорточ, мой земляк из крупнейшего города Европы, который провез меня от знаменки до Читы около 300 километров, напомнил мне, что, оказывается, мы Китаю продаем электричество чуть ли не втрое дешевле, чем сами платим за него. Ну, во-первых, я ему все же напомнил про разницу между оптом и розницей, а во-вторых, его информация явно устарела. А потому сейчас мы поговорим о ценах на электроэнергию. Опять же, по старинке обращаюсь к сайту Global Petrol Prices, который я заприметил еще давным-давно, задолго до создания этого тубика. Вот, ну что, давайте смотреть. Самое дешевое электричество в Ливане. Вообще 14 копеек. Это для промышленности. Вот в Сирии, несмотря на дороговизну нефтепродуктов, оно уже рубль 40. Вот, смотрите. И опять же, цены на электричество никак не привязаны к уровню жизни. И вот сейчас мы дойдем до России, которая 7.40 или 7.41. Но это, опять же, речь идет только, вероятно, о ценах в тех регионах, которые интегрированы в единую энергосистему России. Да, я говорю, что я нахожусь в торговом комплексе, поэтому тут очень много посторонних шумов. Записываю кранку с телефона. Ну вот, смотрите. И вот, едем дальше. Вот, смотрите. Вот в Южной Корее стоимость электричества для промышленности 9.41. А вот Украина уже 10.24. Да, да. И вот, поехали дальше вниз. И вот, смотрите, с какой скоростью оно растет. И опять же, никак не привязано к уровню жизни в этих странах. Так же и к развитию промышленности. И вот, чем дальше вниз, тем оно дороже. И вот, посмотрите. Самое дорогое электричество для промышленности в Германии. Да, да. Спасибо этим ветрякам и всему этому зеленому лобби. Скажите спасибо, кто живет в Германии. С Италией похожая ситуация. Не то дело какая-нибудь. Венгрия. Вот уже дешевле почти вдвое. Ну и дальше можно смотреть, кто дороже, кто дешевле. Но сейчас я вам найду атомную Францию. Вот вам страшная атомная Франция. Стоимость киловатта для промышленности 34,80. И вот Германия. Такая экологичная, безопасная ветряная Германия. 85 рублей киловатт. Разница в 2,5 раза. При том, что цены на все остальное там практически одинаковы. Ну что ж, теперь переходим к ценам на электричество для домохозяйств. Вот смотрите, Ливан по-прежнему самый дешевый. 11 копеек. Иран дешевый. 24 копейки. И вот Сирия уже вдвое дороже 50 копеек. Вот, кстати, в Киргизии очень дешевое электричество. 92 копейки. И вот давайте посмотрим, разумеется, Россию. Кстати, Украина весьма дешевая. 3,71 в пересчете на рубли. Так, ну где же Россия? Так, где же Россия? А вот Россия. 5 рублей 2 копейки. Ну это опять же речь идет о регионах, которые интегрированы в единую энергосистему. Потому что, скажем, в Магадане электричество раза полтора дороже. Ну как и все остальное. И вот, смотрите, давайте посмотрим вниз. В куда более бедной Армении. Цены на электричество для домохозяйств дороже, чем в России почти вдвое. Вот Мексика, равная по уровню жизни России, тоже почти вдвое дороже. И вот давайте посмотрим дальше вниз. Вот, кстати, Франция. Атомная, страшная атомная Франция. 2062. Ну вот даже Люксембург, 31. Ну опять же, посмотрим на самые такие ветряные страны. Вот вам Германия, 57. Дания, 58. Бельгия, 60. Австрия, 64. Почти 65. И вот Италия, 73. Там самое дорогое электричество для домохозяйств. Вот, кстати, сколько владелец квартиры в Гонконге платит за электричество. Вот 17.32. По пересчете на рубли. Дорогие друзья, к сожалению, зарабатываю я мало и живу довольно бедно. Так что огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет мне хоть какой копейкой, хоть на пачку сигарет. Помочь можно по номеру плюс 7, 3 девятки, 8, 6, 9, 9, 5, 9, 1. Лучше всего на Тинькофф, Альфа-Банк или Совкомбанк. Но можно и на Киви. Вот. Ну что, продолжаем просмотр. А вот во всем остальном Китае примерно столько же, сколько и в России. 7,10. Оговорюсь, в России 7,40 платит промышленность за электричество, а в Китае домохозяйство. То есть в Китае электричество дороже, чем в России, потому что, как видите, в России 5,02. Прошу прощения за автоинформатор в автобусе. Теперь же посмотрим, сколько платит за электричество китайская промышленность. Ну вот и мы видим, что китайская промышленность платит за киловатт электроэнергии. 8,25 в рублях. Вот вам та самая безумная Тесла S-Plate. Мощностью чуть более 1000 лошадиных сил. А для ее зарядки требуется 100 киловатт. Ну, не спешите. Не думайте, что это так дешево, как кажется. Ну, вот стоимость зарядки электромобиля, особенно быстрой, хорошей зарядки, достигает 15 рублей. Конечно, медленные зарядки есть даже бесплатные. Но я думаю, что владелец... Владелец безумной Теслы предпочтет все-таки платную зарядку. Потому что денег ему хватает. А вот владелец... А вот владелец старенького дешевого лифчика предпочтет, наверное, бесплатную зарядку. Потому что ему просто не потянуть 15 рублей киловатт. Да и к тому же киловатт здесь нужно гораздо меньше. А учитывая его изношенность, автономности будет все равно очень мало. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за просмотры. Всем всего самого лучшего. Ну и, конечно, хороших электромобилей, как в покупке, так и даже в процессе автостопа. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok